В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, для студентов колледжа провели урок мужества. Ребята пообщались с участниками боевых действий в Афганистане и сотрудниками Росгвардии. Встреча прошла в рамках проекта «Северяне. Жизнь героя». До 2011 года памятная дата отмечалась как День памяти воинов-интернационалистов, но официального статуса он не имел. Новая дата учреждена как Единый день памяти обо всех гражданах России, проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом. В этом году, 15 февраля, исполнилось 35 лет со дня вывода войск из Афганистана. Почти 10 лет длилась эта война, в которой участвовало около миллиона советских солдат. В ходе боевых действий погибли около 15 тысяч военнослужащих, в том числе 11 ямальцев. Своими воспоминаниями с ребятами поделился участник афганской войны Александр Стетюк. Он служил водителем. Участвовал в рейдах, доставлял гуманитарную помощь, возил группы на боевые операции. Представитель общественной организации пограничники города Муравленко Владимир Семенчешин поделился с молодежью малоизвестными историческими фактами из периода Афганской войны. Первое подразделение интернациональных бойцов спецназа, именно спецназа подготовленных, это были все ребята мусульмане, потому что страна мусульманская, потому что они знали обычаи этой страны. Основной темой круглого стола стала служба в рядах российской армии, отношение к ней как к школе жизни, помогающей мальчикам стать мужчинами. Эта беседа поменяла мое мировоззрение насчет армии. Я не очень так скептически относился к армии, и, можно сказать, после этого разговора мой взгляд перевернулся. Впечатлило то, что армия помогает стать мужественнее и сильнее физически и духовно. Всего на Ямале действует порядка 40 общественных и ветеранских организаций. Воины-афганцы, ветераны других конфликтов активно участвуют в общественной жизни округа, занимаются военно-патриотическим воспитанием. В первую очередь наша задача – это патриотическое воспитание молодого поколения. Почему? Потому что пока у нас есть история, и мы ее помним, мы должны ее передать нашим детям. Если мы перестанем помнить историю, я не знаю, в кого мы тогда превратимся. Поэтому в первую очередь мы доносим до них ту информацию, которая нужна и важна. Татьяна Максимова, Юлия Сидорёк, Руслан Шиньязов. Новости Муравленко.